Здравствуйте! В эфире программа 1 на 1. Сегодня тема разговора будет трудность выбора, сложность принятия решений. На важную тему беседовать в студии будем с психотерапевтом Людмилой Якубовой. Приветствую вас. Тема, которая мне кажется очень близка и понятна каждому. Действительно, очень непросто принять решение. Правильно ли это, что есть сомнения? И можно ли вырастить в себе бойца бесстрашного, который без любых сомнений умеет принимать решение? Давайте разбираться. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вообще понять механизм принятия решений. Наверняка вы знаете, что у человека есть сознательные процессы, есть подсознательные процессы. И очень многие процессы скрыты от нашего сознания, они происходят автоматическим образом, и это упрощает нам жизнь. Но представьте, что вы куда-то переехали, первый раз вы идете на новое место и наверняка пользуетесь картой. Когда вы идете второй раз, то вы уже подмечаете какие-то определенные объекты, которые кажутся вам знакомыми, и уже быстрее находите путь. Ну и в конце концов этот процесс становится автоматическим. И вы приходите домой, и, допустим, потеряли ключи от дома. И вы пытаетесь вспомнить, каким путем вы шли. Ну, так как этот процесс уже настолько автоматический, вы не можете вспомнить, это составляет трудности. Так вот, процесс принятия решений, он уже становится настолько автоматическим, что мы, как правило, видим уже результат. Я не могу выбрать. А что было до этого, требует сознательных усилий. И давайте вот попробуем на эту тему поразмышлять. Смотрите, есть какое-то решение? Может быть, пример есть, вопрос. Может быть, у вас есть какой-то. Что вам было сложно выбрать? Да. Вообще, всегда, мне кажется, ну, каждый это отмечал, решиться на что-то очень сложно. Начинается масса обдумываний, взвешиваний. Да, ну вот давайте как конкретный пример так будет удобнее. Ну, например, не знаю, там, пирожные, или торт, или платье, или что. Вот, кстати, совсем скоро Новый год. Очень сложно всегда определиться с выбором подарка. Даже если мы говорим о какой-то определенной сумме, там, допустим, пускай 5 тысяч рублей можно купить один предмет, можно купить другой предмет. Как, вот, опять же, решить вопрос выбора? Что тут нужно спрашивать? Своё какое-то внутреннее состояние чувствовать, думать о других? Как правильно вообще подходить к выбору и в каких ситуациях? То есть нужно ли себя ставить в углову угла? Ага. Значит, смотрите, выбор подарка. Вообще, выбор может быть не только между чем-то и чем-то. Может быть, выбор делать или не делать, там, худеть или не худеть, бегать или не бегать по утрам. Это всё касается вот того, что мы будем говорить. Это можно любую вот эту проблему взять и так вот разложить про принятие решений. Итак, значит, человек изначально его двигает, мотивирует что-то. Как правило, это какая-то неудовлетворённость. Ну, или какой-то, например, в качестве подарка, это, наверное, ритуал какой-то, да? Там, как выбрать подарок. Принято дарить подарки. Хотя я знаю, что есть семьи, которые, ну, не дарят подарки. Это же для них не является пусковым механизмом. А другие же, например, если новогоднее платье выбирают, то это тоже неудовлетворённость. Пусть маленькое, но у меня нет платья, да? Я хочу быть красивой на корпоративе, у меня нет этого платья. Вот есть некая недовлетворённость, и наш мозг сразу простраивает. Пути решения. Следующий шаг, который он оценивает, это какие затраты мне придётся потратить на то, чтобы удовлетворить вот эту потребность. Ну, это не только финансовые затраты, конечно же, да? Это поход в магазин, да? Поеду я в этот магазин или в тот? Это же тоже принятие решений. Получается, что очень сложная схема, когда мы думаем не просто про подарок, когда, сегодня или завтра, в этот магазин или в тот? Может быть, через интернет, а может быть, спросить, а может быть, не спросить. И вот таких процессов очень много. Не зря компьютер сравнивают с головным мозгом, да? Как фоновые программы, которые работают. Мы вроде как открыли интернет, сидим, но там ещё очень много программ работает. Вот так же происходит у нас. И когда мы уже определяемся, вот те затраты, усилия, которые мы приложим, они достойны того, что покроют ли они, удовлетворят ли они мою потребность. Следующий шаг оценить, это называется валентность. А буду ли я доволен этим? Удовлетворит ли меня этот шаг? Ну, то есть понятно, что может быть, я поеду в магазин, найду там подарок, куплю его. А вообще понравится ли мне то, что я купила? А понравится ли это тому, кому я преподнесу? То есть это уже валентность, удовлетворённость. И вот такой сложный-сложный механизм. Очень часто люди останавливают страхи от чего-то, неуверенность в своих силах. Это тоже про затраты. Вот это вторая часть, да? Второй шаг, который мы оцениваем. А вдруг я не смогу? Ну, это, конечно, наверное, не про выбор подарка, а про что-то другое. Профессии, например, да? Или там конкурс какой-то, где я собираюсь участвовать. И вот, а вдруг у меня не получится? Или собеседование, я хочу на какую-то работу устраиваться, вот идти, не идти, я сомневаюсь. Я же тоже думаю о том, что сколько энергии я на это потрачу. И я понимаю, что если меня, например, откажут, для меня это будет достаточно болезненной историей. Ощущение, да, вот этого страха, оно, да, ставит границу определенно. Конечно, конечно, да. И вот это уже тоже второй этап. И если мы его всё-таки удовлетворили, этот второй этап, то следующий этап, а буду ли я доволена того, что меня взяли на эту работу? Или о том, что я купила этот подарок? Можно ли человека, который очень долго обдумывает и не чувствует себе в силу решиться на что-то, считать действительно нерешительным? И может ли это быть каким-то прям диагнозом? Есть ли люди, которые вообще не умеют принимать решения? И нужно ли этому учиться? Вырабатывать в себе какие-то качества такие более решительные, бойцовские, я бы сказала даже, чтобы более смело идти к результатам? Ну, как бы ни звучало, да, про решительность мы вроде говорим. Можно ли такого человека назвать нерешительным? Но я скажу такую фразу. Человек сам должен решить, насколько это составляет для него проблему. Не кто-то другой. И мы вот сегодня, наверное, к этой теме тоже подойдём, про то, как отличить свои желания от вязанных извне. Но вот не кто-то другой должен нам сказать, слушай, мне не нравится, как ты принимаешь решения, давай-ка принимай их как-то быстрее. В контексте рабочей ситуации, возможно, да, там есть какие-то другие там показатели, как сроки, дедлайны, вот, это немножечко другое. А в контексте того, насколько человеку это дискомфортно, ну, обычно достаточно дискомфортно, потому что люди приходят и говорят о том, что мне сложно принять решение. Я уж не говорю про такие решения, как вот поступить в этот вуз или в другой вуз, или там остаться с этим мужем, или там развести с ним. Просто я прихожу в магазин и не могу выбрать даже то, что я сейчас хочу съесть. Вот. Так что это часто составляет сложность для многих. А есть ли действительно какие-то способы решения этих ситуаций? Можно ли себя как-то в этом моменте, ну, настроить на более решительный уровень? Конечно. Для этого нужно понять, в какой вот из этих трёх пошёл сбой, да. Есть такая фраза, мне она очень нравится, то, что выбирать можно только между ненужными вещами. Вот скажите, пожалуйста, у вас была такая ситуация в жизни, когда вы что-то хотели, и несмотря ни на что, какие бы преграды не стояли на пути, вы вот это сделали? Да, я думаю, что пару таких ситуаций я могу назвать. Можете вспомнить? Ну, скорее всего, это связано с какими-то путешествиями, когда очень хочется побывать в каком-то месте, и тогда уже форсируешь любые преграды, которые стоят на пути для того, чтобы этого добиться. Вот, опять же, да, если это касается человека, та же самая история, если хочется и важно, по моему мнению, быть с этим человеком, то непременно все другие дела и сложности, они все... Вся дорога расчищается, и ты принимаешь решение, что именно это для тебя важно. Но, опять же, да, принять такие решения тоже очень непросто. Непросто. Я, например, лично не отношусь к решительным людям, несмотря на жесткость и яркость, допустим, своих решений. То есть отдаются они мне достаточно сложно. Вот, кстати, ваша практика что показывает? Часто ли люди страдают от нерешительности? Вот приходят достаточно часто к вам с этой ситуацией? Да, бывает. Я же сказала уже, да, что такое случается. И достаточно для людей это травматично. Они вот переживают по этому поводу. А вот мужчины или женщины обращаются к вам чаще с этой ситуацией? Вообще, в целом, женщины чаще обращаются к психотерапевту, поэтому я не могу сказать именно в контексте проблемы, потому что подавляющее большинство, все-таки больше половины, это женщины. Ну, с разными проблемами, но, тем не менее, тут сложно как-то посчитать. Именно поэтому. Ну, реализовывать свои желания достаточно сложно. То есть сложно принимать решения, вот, стремясь к исполнению своих желаний, да. И, опять же, как вы уже упоминали, достаточно непросто разобраться. Является ли это желание твоим собственным? Или все-таки оно навязано обществом, навязано семьей, навязано партнером? Вот давайте о навязанных желаниях сейчас поговорим. Насколько действительно нам удается, и как вообще можно поставить какой-то заслон, барьер, чтобы оградить себя от них и не мучиться жить, исполняя чужие веления? Ну, я, во-первых, рекомендую никому никогда не мучиться, потому что человек всегда выбирает то, что ему кажется правильным на тот момент времени, в котором он делает этот выбор. То есть мы принимаем всегда правильные решения. Всегда. Бывает, что мы, оглядываясь назад, думаем, лучше бы я, может быть, там, как-то по-другому поступил. Но в тот момент мы не знали многого, чего узнали в будущем. И поэтому в тот момент мы приняли однозначно правильное решение. Поэтому первое, что следует сделать, это отказаться от того, вот как иногда люди переживают, ругают себя за неправильный выбор. Неправильного выбора не существует. Каждый человек выбирает, исходя из того, что имеет, и в этот момент он делает всегда правильный выбор. Поэтому ругать себя нельзя. Ну, это же вообще вот страх ошибки. И с детства идёт, со школы ещё. Вот когда мы учили в школе, писали, например, сочинения, нам что говорили? Нам разве говорили, что у тебя 3500 знаков написано правильно, здорово, ты молодец? Нет, нам говорили, у тебя две ошибки, это очень плохо. Ты не получишь отличную оценку, ну, вот тебе 4 или там 3. Вот, и это, конечно, о чём говорит? О том, что у человека начинают формироваться такие убеждения, что ошибаться нельзя. Ошибаться — это критично, это фатально. Поэтому в момент принятия решения очень много напряжения здесь. Вот это очень частая причина, почему человек не может принять в своей жизни даже какое-то маленькое решение. Потому что он боится ошибиться. Потому что бывает часто, что человек берёт на себя лишнюю ответственность. За себя берёт ответственность, берёт ответственность ещё и за других людей в этот момент. То есть я там всех подведу. Это не посильная ноша, конечно, человек хочет её избегать. Это абсолютно нормально. Действительно, тема такая, в принципе, вот неисчерпаемая. Ну, а как понимать, твоё это желание или навязанное? Вот более детально, может быть, действительно, существует какой-то способ сесть, разобрать так. Здесь вот этого хочу, а этого не хочу. Как правильно поступать? Как я уже сказала, над нужным не задумываются. Нужное хватает не раздумывая. Вот если нам что-то действительно надо, то мы, никакие преграды нас не остановят, мы сломя голову, мчимся к своей цели. С другой стороны, мы все состоим из каких-то убеждений, которые у нас мы накопили с детства, когда росли. Мы становимся порой заложниками этих убеждений. Вот я могу привести парочку примеров на этот счёт. Один из таких примеров, когда моя подруга устроилась на работу, ей жутко не понравилась эта работа, и она ходила туда каждый день, глотая слёзы. Я спрашиваю, почему ты работаешь на этой работе, тебе же она не нравится, она говорит. Но полгода надо отработать. Почему? Откуда взялась эта цифра? Ну, не знаю, откуда, просто у неё есть это убеждение, что нужно отработать полгода. Ровно через шесть месяцев она написала заявление, отработала две недели, ушла и кардинально свою жизнь поменяла. Другая история, это когда одна девушка рассказывала, что у неё молодой человек, который относительно неё не очень хорошо себя вёл. Ну, то есть он оформлён на неё кредиты. Как только в выходные он с ней ругался, уходил, пропадал, то есть строил у себя такого обиженного, а она его в понедельник вращала. В понедельник он возвращался домой. Мы выясняли, выясняли, что же там такое, в чём причина. Оказывается, у неё есть такое убеждение, которое навязано, естественно, ей, что вот если у женщины десять мужчин было в жизни, значит, она уже пропащая женщина, а он девятый. Ну вот, когда она поняла всю абсурдность этого высказывания, она, конечно, изменила свою жизнь в этот момент, поняла, что нельзя на поводу этого убеждения идти. И многие говорят сейчас о том, что мы состоим из каких-то детских комплексов, детских таких вот убеждений. Ну, хорошая новость в том, что мы можем их изменять, эти убеждения. Главное, первый момент, как я уже сказала, осознать, задать себе вопрос. А почему я, например, сейчас не хочу это делать? Чего я боюсь, в конце концов? И ещё один момент такой, когда в жизни мы же автоматически, я же уже говорила об этом, что мы действуем автоматически, мы ходим, не задумываясь, принимаем решения. Эти все процессы скрыты от нашего сознания. Помогает, например, поставить будильник. Есть такая техника. Кто-то вот резиночку советует вешать, её оттягивать, эту резинку. Немножко себя ударять, да? Да, да, как бы прийти в чувства. Либо будильник, напоминание, где задай себе вопрос. А ты сейчас что делаешь? Ты действительно этого хочешь? Вот только осознание, только понимание вот этих процессов поможет человеку понять, что действительно его, а что навязанное. Другими. Ну что ж, каждый действительно хочет жить и как можно реже сталкиваться с ситуациями, когда требуется принятие решений, тем более каких-то кардинальных, судьбоносных. Но при этом... Почему? Я вот не согласна с этим. Мне кажется, всё дело в отношении, опять-таки, к тому. Если мы относимся к принятию решений как к чему-то увлекательному, интересному, то мы ждём этих ситуаций. Нам нравится форсировать события, нравится быть исследователем, первооткрывателями. Обратите внимание на детей. Когда я работаю с детьми, да и мне сын сейчас в школьном возрасте, он приходит, он учебник в математике всегда начинает решать с конца. Он говорит, я хочу самую сложную задачку. Его трудности не пугают. И, как я уже сказала, пугают не сами трудности, а наше отношение к этим трудностям. Что я считаю, что я не справлюсь, что как-то потом буду себя за это корить, что за это какие-то последствия будут. Если у человека страх, ошибки, он не так сильно выражен, то, конечно, он и будет таким вот с интересом подходить ко многим в своей жизни решениям и даже проблемам, которые, как я говорю, нет проблем, есть ситуации, которые нужно разрешить. В общем, получается, что нас в любом случае останавливает опыт этих негативных эмоций, которые мы боимся получить, сделав шаг. Да. Мы всегда устремлены в будущее. Чего очень точно подметили. Всегда, когда человек о чем-либо думает, он всегда думает про будущее. Как научиться все-таки не бояться и себя, может быть, поддерживать, подбадривать, что да ты не бойся, ты сделай этот шаг, и там увидишь вот это светлое, прекрасное будущее, тут великолепные результаты, которого ты ждешь. Сразу фильм вспоминается. Помните, я самая боятельная и привлекательная. Действует? Ну, отчасти действует, конечно. Просто это не единственный способ и не стопроцентная гарантия. Но это поддерживающая среда. Конечно, должна быть такая среда, которая тебя поддерживает. Стараться окружать себя именно такими людьми и заниматься такими делами, где ты чувствуешь свою уверенность, силу в своих, и тогда, ну, кажется, горы можешь свернуть. Сейчас очень многие говорят про окружение. Поэтому это действительно важно, потому что подпитывает, поддерживает. Конечно, мы же социальные, нам очень важно быть в контакте. Находиться в той среде, где комфортно. Но опять же здесь, знаете, ведь такая опасность, что иногда человеку комфортно среди тех или в той ситуации, где кто-то есть слабее, потому что там он себя чувствует королем положения. И вот здесь не происходит ли такой провал, что ты стремишься туда, где тебе полегче? Ну, если это не гиперкомпенсаторная какая-то ситуация, когда человек самоутверждается за счет других, например, унижая других, то это, конечно, совсем другая история, не нужно их путать. А если мы говорим про здоровый механизм, то человек вообще решатель проблем по своей натуре. Он склонен к этому, в принципе, к тому, чтобы двигаться вперед, к тому, чтобы не лежать на диване, к тому, чтобы к чему-то стремиться. Поэтому человек, который находится в среде, в которой он чувствует себя уверенно, он, во-первых, что начинает делать? Он начинает помогать другим людям, он делится. Это всегда приятно. Ну, вы же наверняка замечали, что люди очень любят давать советы другим. Да, конечно, это так здорово. Конечно, конечно. Ты себя чувствуешь в этот момент значимым. Да, да, вот эта значимость через то, что мы кого-то чему-то учим, даем советы, как-то поддерживаем, подбадриваем. Мы это делаем и для себя в том числе. Вот как раз-таки самооценка так и формируется тоже. И второй момент – это нормальный человек, он будет стремиться к другому окружению, которое лояльно к нему относится, но туда, где ему есть чему поучиться. Вы знаете, ставить перед собой цель, решиться на какие-то действия, на изменения в своей жизни, улучшение вот этой ситуации всегда непросто. Но я знаю, что есть специальные технологии, которые рекомендуются для того, чтобы человек эффективнее решал все свои мечты. Вот давайте об этом поговорим. Тем более мы находимся в преддверии такого чудесного волшебного праздника, Новый год, когда загадывают желания. И как же правильно научиться их формулировать, чтобы они все-таки как можно чаще исполнялись? Значит, здесь тоже хочу привести один пример. Любое исполнение желания невозможно без действия. Ну, практически. Очень мала вероятность того. Однажды ко мне девушка подошла после выступления моего и сказала, что она обратилась вообще с тем, что у нее панические атаки, у нее очень плохое здоровье, и она не может закончить вуз. Она училась на преподавателя английского языка. Она говорит, я три курса отучилась, причем три раза брала академию, то я не могу выйти в институт. У меня прям сразу скорую я вызываю, очень плохо со здоровьем. И я ее спросила, а что ты хочешь? Она сказала, что я хотела бы преподавать английский язык, но не в вузе где-нибудь, а именно вот в частных таких школах, очень маленьких, где мало народу, где там по 8 человек в классах. И она не любит, когда много народу вокруг. И вот это моя мечта, сказала она. Я просто порекомендовала позвонить и спросить. Что же нужно для того, чтобы у них работать? Я говорю, ты честно скажи, что у тебя такая ситуация, что ты студентка в академии, и хорошо знаешь английский, но остальные предметы тебе не очень нравятся, и ты не можешь в коллективе в большом. И ты хочешь, хотел бы работать в такой организации, что для этого нужно? Какие дипломы, сертификаты, может быть? И она меня нашла потом в соцсетях, пишет, ура, я только позвонила спросить, и меня сразу взяли на работу. То есть первое, что нужно понимать, что наши умозаключения, наши установки, наше восприятие очень сильно зависят от той точки, в которой мы находимся. Если мы хотим что-то изменить, нам иногда нужно хотя бы голову повернуть, а иногда надо сделать несколько шагов. И если мы, как я уже сказала, сомневаемся в принятии решений, то нужно понимать, что это не то решение, его просто нет еще того решения, оно еще не появилось в поле моего зрения, вот как над нужным не задумываются. Тогда нам нужно сделать несколько шагов, нам не хватает информации. И когда мы ее получим чуточку больше, то мы сможем, накопив эту информацию, принять решение. Ну и, конечно, есть такие решения, которые сразу мы получаем, например, как покупки, да, я пойду и куплю прямо сейчас. А есть такие решения, которые по времени, они такие достаточно долгосрочные. Многоэтапные. Многоэтапные, да. Например, я хочу похудеть. И я понимаю, что от того, что я схожу два раза в спортзал, за неделю я не похудею. Я понимаю, что на это нужно минимум полгода. И как вы думаете, мотивация у каких сильнее решений? Ну, конечно, у тех, которые требуют долгого исполнения, потому что здесь, да, наверное... Ну да, она снижается, эта мотивация. Нацеливать и больше усилий прилагать к тому, чтобы все это сложилось. Да, тогда можно провести такую декомпозицию целей, можно проставить какие-то промежуточные этапы. Я так делала, когда училась играть на гитаре. У меня был этап не просто... Вот была конечная цель, я уже умею играть на гитаре. И была цель промежуточная, например. Я здесь сыграю песню на юбилею бабушки. А здесь я уже с друзьями. А вот здесь на свадьбе. Ну, то есть вот такая декомпозиция. Здесь я влезу в свои любимые джинсы, которые два года назад носила. Здесь я на корпоратив пойду на Новый год. Вот уже могу себе купить платье какое-то под это и повесить его на виду. То есть вот такие цели, они требуют, конечно, стимуляции. И очень много есть методов, наверняка, ни для кого уже давно не секрет. Например, карты желаний. Да, между прочим, говорят, что это достаточно эффективно. Конечно. Если ты каждый раз на неё смотришь, то ты напоминаешь себе о том, ради чего ты это делаешь, куда ты стремишься. Потому что двигают нас, как правило, эмоции. И эмоции являются движущей силой в нашей жизни. И, соответственно, нам нужно эту эмоцию немножечко себе напомнить, немножечко себя так возродить порой. Ну что ж, наше желание и стремление решать какие-то ситуации, наша решительность, возможность выбора, она всегда чревата тем итогом, который мы получаем. Ведь даже иногда говорят, бойся своих желаний, да? Ведь исполнится, и тогда человек, вот то, о чём мы говорили с вами в начале программы, что наступает результат, который мы, возможно, так откладываем для себя и боимся вот этого итога, да? Со всеми вытекающими последствиями. Вот. И тогда на человека сваливается вот это либо вселенская радость по итогам этой деятельности, либо всё-таки огорчение, что он не добился того, чего он хотел, несмотря на то, что принял решение, какие-то действия произвёл. Вот как научиться, опять же, правильно воспринимать вот эти итоги и не перекладывать ответственность за принятие решений на других? Лично я думаю, что мечтать зачастую гораздо приятнее, чем исполнять свои мечты. Сам процесс мечтания очень-очень классный процесс. И, к сожалению, многие взрослые теряют в рутине жизни, там нужно семью кормить, нужно там какие-то рабочие вопросы решать, быт, дети, хлопоты. Забывают о том, что у нас есть такая способность замечательная мечтать. Если вы общались когда-либо с детьми, мы, наверное, замечали, что вот ребёнок очень хочет какую-то игрушку, он так просит, купи, пожалуйста, купи. И когда он её получает, он с ней пять минут поиграл, и всё. Мечта исполнилась. Так часто бывает. Поэтому мечтать можно как можно больше. Ну, как это ни странно, как можно, наверное, менее конкретно. Почему? Потому что если мы себе распланировали всё очень чётко, вплоть до каких-то мельчайших деталей, то велика вероятность того, что мы столкнёмся в реальности с другим видением, ну, что вообще произойдёт по-другому. Даже какая-то мелочь может очень сильно расстроить. Например, перенос вылета. Да, вот если я распланирую, что я куда-то лечу, у меня будет время перед встречей, на которую я лечу, зайти в моё любимое кафе, и мой вылет задержали, перенесли, и я не умею в этот момент перестроиться, то, конечно, у меня будет очень много фрустрации. Это вот когда... Это то, что мы чувствуем, когда наши желания не совпадают с действительностью. И вот здесь тоже такой пример могу привести, интересный. Однажды я разговаривала с женщиной, которая поделила свои истории. Они с мужем познакомились в Крыму, а у них было очень такое романтическое знакомство. Они катались на лодке, по-моему, в Булаклаве. Всё было здорово. И вот спустя 25 или 30 лет он поехал сюда работать, и она с подругой прилетела на лето отдохнуть, и она ему позвонила и говорит, давай, пожалуйста, вот как тогда хочу всё повторить, чтобы лодка была, чтобы... Ну как тогда уже не бывает, это понятно. И она очень сильно расстроилась, говорит, я испортила весь вечер, мы с ним поругались, а всё потому, что я себя очень жёстко запланировала. И вот когда мы мечтаем, наслаждайтесь этими мечтами, наслаждайтесь скорее ощущениями. Как я уже говорила, мы делаем что-то ради эмоций, которые мы испытаем. Настраивайтесь на то, что... Для чего мне это? Что я сделаю? Ну вот тот же самый покупка какого-то... Опять возвращаясь к вопросу, как понять, моё это желание или не моё навязанное? Например, покупка телефона сотового, какого-то модного. Я что испытаю, когда возьму его в руки? Для чего он мне? Так ли он мне необходим? И мы наверняка знаем ответы на эти вопросы. Ну, например, там, я... У моих друзей у всех такой телефон, и мне вот как-то неуютно, неудобно с тем, что у меня такого нет, у меня похоже. Мне хочется как-то быть в контексте с этими людьми. Либо я действительно понимаю, что там хороший яркий экран, что я там буду наслаждаться, что мне необходим хороший звук и так далее, и тому подобное. То есть вот скорее результат, он не какой-то конкретный и вот пошаговый, а более такой эмоциональный, что ли. Действительно, в принципе, тема достаточно обширная, и одно из другого проистекает. Но вот возвращаясь к тому вопросу, который я задала, всё-таки как научиться настроить себя на восприятие вот этого результата, который неизбежен, может быть, он будет не очень позитивным, да? Как в себе выработать вот это бесстрашие и желание всё-таки самостоятельно разбираться с итогами, а не переложить на другого? Можно ли в себе воспитать вот какую-то вот эту большую ответственность и мужество? Ну да, конечно. Во-первых, восприятие всего, что происходит, как вот всё, что не делается, всё к лучшему. Всё, что происходит, происходит так, как нужно, происходит мне во благо. А люди верят в разные вещи. Это вера, да, основа веры. Кто-то верит в Господа Бога, кто-то верит во Вселенную, кто-то верит ещё во что-то. Это скорее про базовое доверие к миру, потому что если так случилось, так произошло, в этом нет ничего страшного, значит, оно должно было. И здесь можно всегда уравновесить чем-то другим. Если мы чувствуем, что мы расстроились, что не получили желаемое, надо понять, что на самом-то деле есть ещё у медали всегда две стороны. Есть и другие стороны одного и того же явления. Не бывает безусловного добра и безусловного зла. Конечно, переживать часто нет смысла о том, что уже сделано или не сделано. А есть смысл подумать, что теперь с этим делать. Вот там, где я оказался, что дальше-то. Наверное, как-то так. А как с самого раннего возраста воспитать в ребёнке возможность принимать решения? Очень хороший вопрос, потому что я наблюдаю работы с семьями, что мамы часто говорят и считают, не только мамы, бабушки, папы зачастую, что они лучше знают, что ребёнок чувствует. Ну, например, доедай. Или тебе холодно, надень шапку. Ребёнок говорит, мне не холодно. Мама говорит, тебе холодно, надень шапку. Вот это всё, и таких мелочей очень много. То есть мы учим с самого начала доверяться, опираться на мнение кого-то другого, более сильного. И такие более сильные, уже человек сам взрослый, зачастую он всё ищет. У кого бы советы спросить? Ну, кто бы такой нашёлся, кто знает лучше, чем он? Привычка такая осталась. Понятное дело, что ребёнок может замёрзнуть, он может не доесть, не наесться, но нужно дать ему попробовать это сделать. Только так, только почувствовать голод, почувствовав хоть раз голод, он поймёт, что он голоден. Только замёрзнув, он поймёт, что он мёрзнет, и тогда он научится говорить об этом. Я хочу, например, шапку. Ну, ему будет дискомфортно. Нужно понять свою вот эту зону дискомфорта для того, чтобы попытаться из неё выйти. Ну, а мы часто вот детям мешаем это сделать. То есть необходимо в любом случае всё-таки, чтобы всё это приходило через собственный опыт, через собственные ощущения. Конечно, только через слышать себя и своё тело. Ну, а та ситуация, о которой вы только рассказали, получается, что мы навязываем свой опыт и, в общем-то, именно требуем, чтобы маленькая личность уже нам подчинялась и основывалась только исключительно на нашем опыте. Ну, конечно, во всём нужно придерживаться понимания, что есть отклонения в обе стороны и где-то стараться быть посередине, потому что давать полную свободу ребёнку, он не готов с ней справиться. Ну, особенно маленькие дети совсем, которые у них проблемы с терморегуляцией. Не то чтобы проблемы, у них ещё не выстроен механизм терморегуляции. То есть мы как бы хитрее, умнее старше. Мы более развитые, и, соответственно, наша задача как родителей понимать, что есть такие ситуации, которые внесут вред здоровью и жизни, возможно, ребёнка. Да, есть, которые не несут. И вот когда мы оцениваем ситуацию, и мы понимаем, что да, я готов дать тебе вот этот выбор, дать тебе пространство для взаимодействия с какими-то, возможно, опасными предметами. Возможно, только под моим руководством. Возможно, только ты потрогай. Но не просто говорить, нельзя это горячо. Как-то показать, как-то дать... Не потрогать, но, возможно, приблизиться к горячему чайнику, потому что ведь он горячий, это же чувствуется на расстоянии. В общем, свой опыт — это ничем не изменить. Я благодарю вас. Вы смотрели программу «Один на один». Темой разговора было умение принимать решения. На важную тему беседовали в студии психотерапевтов, семейных психологов Людмилы Якуповой. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...